Они называли себя второй армией мира и очень любили красоваться в хорошо отглаженной форме на параде в центре Красной площади. Но стоило только пойти на реальный фронт, картина кардинально изменилась. Ушла старый, ну это уже как по приезду дали. Плащ-палатка, советская. Да что там форма? Даже оружие потенциальным двухсотым выдают советского образца. Этот пацанам танкистам такую шляпу выдали. А сказали, у вас танки. Зачем государству париться, если следующим нарядом будет черный пакет? Именно в этой логике мы и действуем, и будем действовать дальше. Поэтому спасти бедных несчастных защитников родины бросаются волонтеры. Давайте откроем матрешку и узнаем, что они передают на фронт своим так называемым «мальчикам». Мобилизованным кисловачанам передали автомобиль повышенной проходимости УАЗ СГР. Это первая машина у нас в этом году. Будет еще четыре машины, мы их отправим в ближайшее время. И есть ли хоть какая-то польза от этих помощничков? Я не думаю, что вот эти ребята, которые эти книжки получат, смогут относиться к ним равнодушно. Голые боссы и пьют из рук. Примерно так один белгородец характеризует две группы срочников, которых он буквально нашел в лесу еще в начале полномасштабной войны. У них вообще нет ничего. У одного рваные берцы на два размера больше. Им нужно все. Очень срочно нужна для питьевой воды емкость. Старая течет. Пытались сами заклеить, не получилось. А как вам защитная экипировка солдат так называемой второй армии? Проверяем каску россиян на прочность. Что она нам скажет? Легонько может ударить. Ты глянь, силиконовые они. Аналогов нет. Не поспоришь. Как, собственно, и защиты. Но зато какую форму начали отшивать для оккупантов. По современным стандартам. С упором на эстетику. Главная особенность новой формы – это даже не покрой, а цвет. Если раньше полевая форма – это был стандартный зеленый пиксель, то новая будет вот такой расцветки. Здесь семь цветов. Названия у нее пока нет. Но именно такой расцветки форма сейчас будет уходить в зону специальной военной операции на передовую. Минобороны РФ плевать на безопасность и жизни своих солдат. А помощи от российских волонтеров – как с козла молока. Согласитесь, вряд ли оккупанты, которые воюют в резиновых тапочках и нуждаются в амуниции и современном оружии, с нетерпением ждут посылку с панталонами из советской ткани в цветочек. К качеству изделий не придерешься. Они выполнены по фабричным ГОСТовским выкройкам, что бережно хранились Ириной Анатольевной Подлесновой со времен работы на швейной фабрике. Пока украинцы за несколько часов закрывают миллионные сборы на дроны, российские волонтеры благодарят неравнодушных за приобретение ящика колбасы и религиозную атрибутику. Благодаря помощи наших друзей приобрели и передали на фронт Новороссии православные флаги. А в российских школах тем временем учеников заставляют шить на фронт новые скрепные обереги в виде чебурашки. Чебурашку специально шьют небольшого размера, всего 7 сантиметров, для того, чтобы он помещался в кармашке военном. Также, чтобы помочь военным, в России придумали новую забаву. Называется «вычеши-пса». Десять вычесанных собачек, один носок для солдата. Ну или пояс. Вот такая арифметика в стране агрессорши. Здравствуйте. Какому шерсть? Нам. Спасибо большое. Я сегодня принесла шерсть для того, чтобы помочь солдатам. И я так прям обрадовалась, что она согреет и поможет. Да-да, вам не послышалось. Именно поможет. Ведь пояс и носки из собачьей шерсти, оказывается, имеют целебные свойства. По крайней мере, так говорят по зомбоящику. Как известно, собачья шерсть обладает не только согревающим эффектом, но также противовоспалительным, обезболивающим. Поэтому она прекрасно нормализует давление, работа сердца восстанавливает. Видимо, поэтому Минобороны РФ решила, что современные аптечки российским солдатам на фронте не нужны. И выдали им советский просроченный хлам. Перевязочный пакет под номером 3. Его просто надо видеть. Когда распаковываешь, супятся нитки. Бинт, сделанный из какого-то б***а, непонятно с чего. Все это сыпется в рану. Жесть, короче. Жесть – это вполне серьезный инструктаж для российских военных по использованию женских прокладок и тампонов. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете, для чего? Нет, кровь восстанавливает. Пулевое ранение прям туда вводите и все. Начинает разбухать и придавливать стенки. Ввел и забыл. Почти как в рекламе. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. А это УАЗ. Гордость российского автолома. И самый популярный автомобиль, который россияне отправляют своим так называемым «мальчикам» на фронт. В авторемонтной мастерской АТП кипит работа. Среди икарусов и хендаев место над ямой занимает поддержанный УАЗ. Буханку на нужды бойцов пожертвовал житель Красноярска Виктор Корнеев. Ну на чем же еще ездить российским оккупантам, как не на советской буханке? Водитель воинской части под Хабаровском пробует новый утепленный УАЗ от местного перевозчика. Даже если одного раненого бойца на этой машине вывезут, я буду считать, что я жизнь прожила не зря. По придержите лошадей женщина. Не факт, что эта гора металлолома вообще до фронта доедет. Я считаю, что это очень опасная ситуация. Хотя, кого это волнует? Многие российские волонтеры помогают оккупантам вовсе не из-за чувства патриотизма, а ради минуты славы на отечественном телевидении. Порой за место под софитами между волонтерами Великоскрепной идет жесточайшая борьба. В одном из таких поединков пострадала волонтерша Жанна, на которую накатала донос конкурентка. Что повлекло за собой травлю и допрос в правоохранительных органах. Это началось после выхода на Первом канале ролика со мной. Тогда волонтерские чаты объединились и сказали, как так, мы работаем все. По телевизору показывают только Жанну. Российские звезды практически с первых дней так называемое СВО начали пиариться на волонтерстве. С ними вместе. Или никак. Режиссер-путинист Никита Михалков побеспокоился о военных РФ и передал им бесценный источник силы. 700 сборников фронтовых стихов, написанных его отцом. А вот человек получает от бундирования, а в кармане у него вдруг не носовой платок, а книжка стихов. В российском Минобороны сборник, как следует, расхвалили. Книга специально исполнена в мягком переплете в карманном формате для удобства ношения как в рюкзаке, так и в полевой форме одежды, чтобы стихи, написанные более 80 лет назад, были всегда под рукой. Ведь и правда, зачем военным автоматы, если есть поэзия? Пару строчек прочитал и побежал в бой на энтузиазме. Тут есть вера, тут есть сила, и тут есть абсолютная уверенность в победе. Будет время, сядешь, почитаешь, убежден, что ты много отцена получишь. Спасибо большое. Но если времени на чтение военной лирики в окопе не найдется, то российские солдаты могут почерпнуть силы и знания из мультика под названием «Азбука СВО», который был озвучен бесноватым актером-путинистом Иваном Охлобыстиным. Азбука СВО. Простые советы, которые помогут вернуться домой целым и невредимым. Сегодня ты узнаешь, как правильно штурмовать здание. Но верит ли сам актер в практичность этих советов? Ведь спустя год войны этот фанатик сам же признал все нищебродство своего горе-государства. Даст Бог, что мы воспользуемся полученным знанием, что у нас нифига нет. СВО открыло это, что и ни гвоздей, ни подшипников, что голые мы с палкой-копалкой в руках. А пока российские солдаты роют окопы палками-копалками, то ли актриса, то ли певица Ольга Бузова красуется перед камерами с непонятными коробками. Вряд ли, конечно, ее зазомбированные подписчики поняли, что вся эта гуманитарная миссия была чистой воды пиаром на войне. На сегодняшний момент нет дела, потому что пока кто-то говорит, я делаю. Молодец, Оля! Так держать! Еще парочка таких постановочных сюжетов о своей благотворительной деятельности и заслужишь поощрительный отличительный знак от «Кровавого диктатора», как твой старший коллега Олежка Газманов. Певец ставит автографы на гитарах, которые скоро отправят за ленточку. Один момент, про который я, в принципе, не афиширую, я собираю деньги и покупаю то, что нужно нашим ребятам на фронт. Прицелы, коптеры. Мы должны помогать нашим ребятам и в этом тоже. Седой Исаул признался, что тоже помогает российским воякам. Передает на фронт гитары со своим автографом. Ведь музыка и стихи поднимают боевой дух оккупантов. Нужна какая-то линия вообще у нас. Путь какой-то нужен в стране генеральный. И плевать, что Минобороны разворовала все деньги из бюджета. А могилизованные солдаты 2-й армии должны покупать экипировку за свой счет. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Главная ведь идея. Лживая и преступная. За нее российские Ваньки готовы отправиться на тот свет. А так называемые волонтеры с удовольствием споют под гитарку или зачитают стишки на их могилах. Господа офицеры, как сберечь вашу веру? На разрытых могилах ваши души хребят. Ну или, в крайнем случае, почтут их память на сцене в Лужниках. Ведь на агитационные концерты у Кремля деньги найдутся всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok